всем привет на ремонт поступил мотор yamaha 30 три цилиндра три карбюратора со снятым редуктором и полностью разобранным подъемным механизмом обратите внимание что нет струбцин мотор приехал именно в таком виде каким вы его сейчас видите струбцинный редуктор дали отдельно попросили все собрать довести до ума почистить карбюраторы они кстати не прикручены а просто наживлены это его редуктор и струбцины нужно перебирать редуктор смотреть что менять править грибной вал позже мы обнаружили что искра есть только на одном цилиндре хотя по идее должна быть на 3 короче как обычно скучать не придется проверяем двигатель так как нет струбцин мы его просто подвесили замер компрессии так вот дергаем его сколько там показала но верхнем 10 2 тоже 10 3 поехали 10 10 и 5 10 прессия есть искры нет разбираем карбюраторы в общем карбюраторы закисшие нашли искру оказалась проблема в двух нерабочих высоковольтных катушках как до этого мотор запускался по словам владельца нам непонятно обалдеть что сейчас будет собрали карбюраторы почистили заслонки там все в разные стороны но хотя бы просто сейчас запустим лишь бы заработала уже будем дальше думать что с ним делать искра вроде есть бензин на качали а сейчас мы будем собирать струбцины но кроме этого есть еще редуктор который ведь тоже надо дефектовать здесь пакете запчасти для него грибной вал сильно искривлен редуктор в целом хорошем состоянии только вот такая крыльчатка под замену и некоторые подшипники ржавые нужно будет также восстановить киль наварить и выправить и выправить грибной вал ямаха 30d биение вала почти миллиметр ямаха 30d после правки грибного вала две сотки грибной вал выправили теперь можно собирать редуктор устанавливаем новые сальники подшипники этой гайки вообще не было гайка обоймы грибного вала и на варили киль красить не будем и ставим новую крыльчатку только вот шпонку для крыльчатки я найти не могу каждый раз когда приносят моторы в мешках в коробках обязательно что-то не хватает болтов деталей всегда так и устанавливаем новую водяную помпу корпус помпы со стаканом потому что старая имеет выработку показали владельцу сказал меняете и прокладка помпы тоже под замену потому что старая прокладка порвалась устранили люфт ромпеля изготовили сюда втулку системы автоматической подачи масла владелец попросил удалить далее будем запускать мотор теперь осталось установить кнопку стоп и топливный коннектор была еще сделана ручка на струбцине она отсутствовала фиксатор на тягу воздушной заслонки поставили фиксатор был сломан и много-много подобных мелочей было сделано я уже всего не помню втулки делали на подъемный механизм и все готово к запуску а и а и а и а Продолжение следует... Мотор шумит. Думаю, что вы это сразу услышали. Все началось с того, что владелец купил его в прошлом году и привез нам. При проверке мы увидели, что не работают две высоковольтные катушки, и по этой причине работала всего одна искра из трех. Мы удивились и поинтересовались у владельца по этому поводу, потому что владелец сказал, что мотор он запускал, и по его словам, мотор работал нормально. Ну, далее было сделано все, что с нас требовалось. Был собран редуктор с заменой всех необходимых запчастей. Были собраны также струбцины, подъемный механизм со всеми тягами. Но предварительно ради интереса мы решили запустить мотор без редуктора, мы это показывали, чтобы послушать работу мотора. Однако из-за громкого выхлопа мы не услышали шумов подшипников коленвала. А теперь после установки редуктора и запуска мотора в воде, эти шумы стало хорошо слышно, и владелец об этом был проинформирован. Однако задачу по разборке и дефектовке мотора мы не получили, поэтому в таком виде мы отдаем мотор. Итоговая сумма за все составила 40 тысяч. На этом наша работа закончена, владельца все устраивает. Всем пока!